Когда Кришна решает совершать какие-то сакраинные лилы, то Он не может это делать, когда Господь Баларама рядом. Поэтому самые сакраинные лилы происходят, когда Баларама остается дома. Кришна идет пасти корову. И, например, когда Кришна убил змея Калия, тогда с Ним Баладев не пошел, потому что это был день рождения Баладева Прабху. Итак, все друзья Кришны, все друзья Кришны, все телята, они ушли вперед. Кришна отстал. Почему? Потому что это было лето. И они очень сильно хотят пить жару. Друзья и коровы, они отправились искать воду и ушли вперед. Они подошли к Калиадаху. Тогда Нанда Баба он не забыл сказать детям, чтобы они не ходили к Калиадаху. Они не предупредили детей. Телята-пастушки пришли к воде, просто прикоснулись к ней, все потеряли сознание. Здесь есть урок. Если вы Господа опускаете вперед в свою жизнь как беда, если Господь всегда присутствует перед вас, то у вас все благополучно. Если вы Господа позади оставляете, отворачиваясь от Него, то неблагоприятные вещи происходят. Итак, теляты и пастушки все потеряли сознание. Здесь в комментарии говорится, обычная, мирская, материальная, материальный яд. Как он может отравить вражаваси, который сочит Ананда? Все телята, коровы, мальчики, народы, гаруты. Все шлоки, беды, все они стали телятами и коровами. А кто такие сакхи? Все друзья Кришны, это проявление Баладева Прабу. Неужели обычный яд может обладать такой силой, чтобы убить телят и пастушков? Говорите, что Кришна-катха, это нектар. Если человек принимает этот нектар, то он как бы уходит из круглого рта рождения и смерти. Итак, чья Хари-катха? Чья Хари-катха такая особенная. Вот Шанкара, когда пил яд, то он не проклотил его, сдержал в шее. Его шея стала голубого цвета и поэтому его зовут Нилаканта. Так, Шанкара, если он может выпить яд и задержать это в шее, в горле, кто такой Шанкара? Выпив столько яда, красота Шанкара еще увеличилась при этом. Неужели друзья Кришны, они менее могущественны, чем Господь Шива? А они прикоснулись к отравленной воде и попередной сознанию. И здесь яд был настолько сильным, что, говорится, что даже птица, если она перелетала, то она падала замертво. Все деревья вокруг тоже были сухие. Дамши, Дамма, Дамала, Стоп, Кришна, все они проявления Блдева Прабу. Дамма, друзья Кришны, как же тогда получается, что этот яд оказался могущественнее, чем они? Неужели они выступают Господу Шиве? Ответ в том, что это все сделано для Лилы. Тогда Лила Шахти, что она сделала? Она сделала так, что девятые пастушки потеряли сознание. Для того, чтобы совершился Лила. Тогда Кришна приходит и видит, что его друзья без сознания, кровь без сознания, он своим взглядом вернул их в сознание, оживил. И они подумали, это какой-то фокус был, какая-то магия, что мы потеряли сознание, сейчас опять очнулись. И Кришна тогда подумал, если Калия останется жить здесь, то это будет как бы создавать препятствия в наших Лилах. Поэтому Кришна должен думать, я должен его куда-то пересилить в другое место. Итак, друзья пришли в сознание, просто влияние взгляда Кришны. Если бы они поняли, что просто Кришна, то есть они видят, что Кришна их оживил, да, как будто своим взглядом, и они все равно не понимают только Верховного Господа. Потому что иначе, если бы они сразу приняли Верховного Господа, то Матхурия Лила бы не состоялась, она бы смешалась с Айшварей. И они тогда вспоминают, как Каргачарья, когда давал имя Кришне Баладеве, то он сказал, что через Кришну иногда будет появляться Господь Нарайана. Поэтому они думают, что Господь Нарайан как-то появился через Кришну, а так он такой же, как и мы. И от этого Матхурия не уменьшается. Так, Кришна Махарадж, он говорит, почему Кришна, пришли спрашивать, почему же Кришна решил выселить Калия из Раджи? В Хариванши Пуране об этом говорится. Я был, когда на Фиджи, я видел, как там поклоняются Калия. Это есть Раманитвип, то есть куда Кришна выселил Калия. Там, ну как бы местные, они из древних поклоняются Исмею Калию на Фиджи, на островах. Много хиндусов живет там, и всегда приедешь, что кажется, как будто там Бихар или какой-то другой штат Индии. Очень много хиндусов там. И само место очень красивое. Поэтому там много туристов приезжает. Очень сладкая вода. Один литр воды из Раджи стоит 700 рупий, а иногда до 8000 доходят. Так, Кришна переселил Калия. Змея Калия туда, в Раманитвип, на Фиджи. И это длинная история, которая предшествовала этому. У Кашья Париши была жена Кадру. Две жены были. У Кашья Париши. И они спорили между собой. И однажды они путешествовали по небу. И тогда Кадру, она все время спорила с Винатой. Вината, мать Гаруды, а Кадру, мать Калия. И ты-то Кадру спросила. О, Вината, скажи мне, пожалуйста, у этой лошади хвост белый либо черный. Вината говорит, это белый, а Кадру говорит, это черный. То есть, кто хочет спровоцировать ссору, то он так делает. И они начинают спорить. То есть, у них причина, что взялся спор. По сути, спровоцировала она. И Кадру говорит тогда, хорошо, если он по-настоящему белый, то я буду до конца жизни твоей служанкой. Вината говорит, хорошо, а если ты докажешь, что он черный, то я до конца жизни буду твоей служанкой. Тогда Кадру, Кадру это мать всех змей. Кадру она приказала всем своим сыновьям, чтобы они взяли и окутали хвост лошади. И тогда весь хвост стал черного цвета. И тогда они посмотрели и видят, что да, хвост действительно черный. И таким образом Вината должна стать служанкой Кадру. И после этого Кадру она как бы приказывала, непречислено обращалась с Винатой и говорил, так, ты стираем одежду, мой мои тапочки, а сын Винатой Гаруда. И он как бы замечает, что и Кадру и Вината, они обе жены, как служанка. И тогда Гаруда спросил Кадру, что я должен для тебя сделать, чтобы ты отпустила мою мать из этого состояния служанки. Кадра подумала, надо что-то попросить, что невозможно выполнить, чтобы она всегда оставалась моей служанкой. Тогда Кадру говорит, хорошо, если ты принесешь горшок нектара с рая, тогда я отпущу как бы, тогда я отпущу твою мать. Гаруда тот, кто переносит Господа повсюду. Гаруда приехал, ты прилетел туда, в рай, и сказал Индре, у Индра не нужен горшок нектара, тогда я освобожу свою мать. А Индра говорит, этот нектар принесет раю. Рай славится только потому, что там этот рай присутствует, но только для обитателей Рада, рая. Тогда Гаруда говорит, но если ты мне не дашь, тогда нам придется сражаться. там этот горшок находится, этот нектар находится за кругом огня, затем за кругом ветра, в общем, там несколько надо пройти препятствий, чтобы добраться до нектара. И тогда Гаруда быстро все это преодолел препятствие, забрал этот горшок и принес к своей матери. Индра думает, вот как проблема возникает. Индра тогда говорит Гаруди, «Хорошо, не забирай этот горшок, если ты хочешь освободить твою мать, то давай ты отдашь это кадру, и потом я смогу забрать его». Индра говорит, Гаруда говорит, «Ну хорошо». И Гаруда так они решили, так Гаруда принес и отдал этот горшок нектаром своей матери Виннете. Когда та передает ее кадру, и та думает, «О, я стану бессмертно, если я выпью этот нектар». Индра пришел в форме Брамана и сказал, «О, ты пьешь нектар из рая? Это не такая простая вещь. Тебе сначала нужно совершить умовение, очиститься, затем принять». И она пошла через умовение, а Индра взял горшок и скрылся. И когда Гаруда нес этот горшочек из рая, он остановился в четырех местах. В одном месте это во Вриндавани, на Калиадахи, затем второе место – это Аллахабад Праяк, третье – Харитвар и Насик четвертое. Вот в этих четырех местах он останавливался, и там капли этого нектара оставались. это четыре места, где фестиваль Хамхамела проходит. И так Гаруда освободил свою мать из положения служанки. И тогда он подумал, «Ух, кадр так враждебно относится к моей матери». Тогда Гаруда с того момента начал есть змей. он начал таким образом уничтожать династию змей. И тогда все змей собрались и начали… А, и пришли к Гаруде и сказали, «Огорода, не упивай наших детей. Ты уничтожишь нашу династию. Каждый день мы будем давать тебе по одному змею. Пожалуйста, будь доволен этим». Когда Гаруда сполнула, она хорошо. Тогда Гаруда что сделал? Он… Калия съел то, что предназначалось для Гаруда. И Гаруда приходит и смотрит, что нет. Калия съел его порцию. И они начали как бы спорить, сражаться. Калия тоже не очень непростой. Он был очень могущественный змей. В минуту… То есть в мановении он мог помещаться на Йоджину. Но Гаруда был сильнее, поэтому одолел… Калия. И тогда, в Калия-Дахе, в то время Свобари Риши совершал тапасию. Вот еще история. И Гаруда ел рыбу там. И тогда эта семья рыб пожаловалась Свобари Риши, который совершал скезу под водой в Ямуне, чтобы тот как-то сделал, чтобы Гаруда не ел рыбу. И тогда Свобари Риши обжарился и проклял. Гаруда сказал, что если ты будешь есть рыбу здесь, то… Если бы здесь появишься, то ты умрешь. Калия знал об этом, проклятие знал, что сюда Гаруда не может попасть, поэтому он посиделся именно в этом месте. Калия-Храде. Мы. Так… Обычная джива, она попадает под закон кармы, она связана законами кармы. Так же, как если змей ест оленя, он совершает грех? Нет. Но вот человек, если убивает какое-то животное, то он уже страдает от кармы. А если животное убивает животное, то он и не страдает от кармы, потому что для них это еда, они ничего другого не могут есть, поэтому для них это не является грехом. Так, Гаруда, он предник Господа. Он питается рыбой, в чем как-то. Поэтому не совершает греха, убивая. Поэтому Собари Риши проклял Гаруда неправильно. И это, как бы, неправильное действие по отношению к Вашнаву стал Вашнав аппараткой. Собари Риши совершил аппаратку. Значит, кто совершает аппаратку, сразу попадает в влияние майя. Сорок тысяч лет он совершал эскизу в Адиде, и увидел, как две рыбки играют в воде, и он... Прозреление возникло у него в сердце, и в итоге он женился на пятидесяти царевных, дочерях царя Мандаты, и погрузился в чувственное наслаждение. И все, у него было все равно мало. Это... Потому что... Такое чувственное наслаждение, это так же, как... Проливать ги в огонь. Он еще больше разгорается. И тогда Собари Риши, вот он пытался как раз удовлетворить свои чувства, но никак не мог насытиться. Здесь какой урок? Не совершать Вашнава аппаратку, никогда. Если есть Вашнава аппаратка, то майя сразу хватает. Святой говорит... Святые говорят, что если Вы хотите... кому-то напоказать, ну как бы причинить вред, то подарите ему или вы старую машину, которая все время ломается, либо женить ее, потому что много проблем отгребет человек. Итак, то, что Собари Риши женился на пятидесяти царевных рисунках, вот этого, получил много всяких проблем. И это результат Вашнава аппаратки. И рыбы тоже умерли, потому что они были тоже частью этой аппаратки. Потому что, ну, Калия тогда пришел туда, к змей Калия, и своим ядом отравил всю рыбу. То есть они тоже умерли, потому что они незаконно пожаловались на городу. Итак, Махараш спрашивает, почему, почему, почему же Калия тупился там, в Ямуне. И это, как бы, вот где он жил, это был пруд, то есть там была вода с Ямуны, но она была отделята от основного русла, от основной реки. И там жил, в этом Храде, Калия Храде, там жил змей Калия. Потому что если бы Калия жил самой Ямуне, то весь Вриндаван, все Матхура, они бы были отравлены. Поэтому Калия думал, Калия будет мешать моих лилов, взывать препятствия, поэтому мне нужно его переселить в другое место. Все деревья вокруг Калия Храда, они засохли, кроме одного дерева. Потому что Города, когда нес горшочек нектара, просто коснувшись этим горшком дерева, оно стало бессмертным. Первая причина. Вторая причина. Кришна стало… это дерево, оно было предным Кришне, потому что… иначе почему бы Кришна залез бы на него? Кришна не по всем деревьям лазит. Поэтому он как бы соприкасается только со своими преданными. преданными, который в форме дерева совершал эскезу и думал, когда же Господь коснется своими лопастными стопами меня? И тогда Кришна, когда выйдет, он решил выселить Калия, он взял свою петамбуру, вязал округ пояса, как борец, собрался на дерево и прыгнул об это озеро в Калия Храд. И он прыгал настолько сильно, что вода поднялась, поднялись волны. В общем, на 400, в общем, высоко. И так он же начал плыть, плавать в этом озере. И начал там предсказывать, создавать еще больше волн. Тогда вода начала захлестывать в пещеру, в которой жил змей Калия. Калия думал, что кто же это может быть? Потому что никто даже близко не может подойти. Как это может быть, что кто-то прям купается в этом озере? И там посреди этого Калия Храда был остров, в котором как раз жил Калия своими женами. Тогда Калия заслился, когда его пещеру залило водой. И что произошло дальше, мы послушаем завтра. И так далее. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok